Некоторые актрисы обладали абсолютно не советской внешностью. Многие считали, что обладательницы такой яркой красоты должны быть востребованы в профессии и счастливы в личной жизни. Но зачастую все происходило иначе. Людмилу Марченко называли советской Одри Хэбберн, но необычная красота сыграла с ней злую шутку. Начинающую актрису заприметил Иван Пырьев и предложил ей главную роль в своей картине «Белые ночи». Людмила мастерски воплотила образ Настеньки и стала настоящей звездой. Юная красавица пользовалась бешеным успехом у мужчин, однако все ее избранники оказывались чрезвычайно ревнивы. Так второй супруг в порыве ревности зверски избил и изуродовал Людмилу. Приглашения на съемки прекратились, личная жизнь не складывалась. И 26-летняя Марченко увлеклась алкоголем. Жизнь актрисы ушла 23 января 1997 года в возрасте 56 лет. Всесоюзная слава к Тамаре Макаровой пришла после того, как она начала сниматься в фильмах своего мужа, который умел подчеркнуть все преимущества ее сдержанной и холодной красоты на экранах. Когда Тамару Макарова впервые увидели за рубежом, ее назвали самой чувственной актрисой советского экрана и русской Гретой Горбо. Их сходство было скорее не портретным, а психофизическим. Та же внешняя сдержанность и холодность при внутреннем накале эмоций, чувство собственного достоинства, королевская стать и осанка, безупречный вкус и стиль. Словом, все, что обычно называют порода. Они были актрисами одного темперамента. На советскую Грету Горбо обратили внимание зарубежные режиссеры. И актрисе предложили сняться в роли Анны Карениной в голливудской экранизации романа Льва Толстого. Кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы эти планы осуществились. Но советские власти не дали актрисе разрешения на выезд. Тамара Макарова умерла 19 января 1997 года в возрасте 89 лет. Наталья Кустинская – невероятная и артистичная красавица. Получила всенародную славу и любовь, снявшись с комедии «Три плюс два». Авторитетный в мире моды и кино французский журнал «Кандит» разместил ее фото на своей обложке и включил десятку самых красивых актрис. Кинокритики нарекли ее советской Бриджит Бардо, а открытки с ее изображением были нарасхват. Переломным событием в жизни актрисы стал развод с третьим мужем. Отсутствие работы, минувшие молодости, красота, смерть родителей. Все это привело к увлечению алкоголем. Окончательно сломили актрису смерть внука и гибель сына. А 13 декабря 2012 года Наталья Николаевна не стала. Майя Менглет – обладательница редчайшей красоты. Она полюбилась зрителям после исполнения роли Тони в картине «Дело было в Пенькове». И Майя стала одной из популярнейших актрис советского кинематографа. Улицы пестрели афишами с ее изображением, а модницы носили береты под Тоню. За красоту и талант ее прозвали русской Софи Лорен. Сам Брежнев считал актрису идеальной женщиной. И когда в 64 году Майя была на приеме в Кремле, пригласил ее на танец, удостоив комплиментом по поводу ее раскосых глаз. В конце 90-х актриса эмигрировала в Австралию вместе со своей семьей. В этом году ей исполнится 86 лет. Русской Софи Лорен также называли «Любовь Полищук». Большие открытые глаза, томный взгляд, длинные черные ресницы, чувственные губы и женская грациозность делали Полищук практически двойником итальянской дивы. Любовь Полищук – девушка из обычной семьи, где мама была швеей, а папа – строителем. С детства мечтала быть актрисой. При поступлении во Всероссийскую творческую мастерскую ее приняли безоговорочно. Настолько она очаровала экзаменционную комиссию. Однако карьера ее была довольно трудна. Если в театре Полищук еще получала хорошие роли, то в кино ограничивали возможности актрисы небольшими эпизодами, которыми она оживляла кадр настолько, что ее просто нельзя было не заметить. Такой талант и красоту заметили и зрители, и чиновники от искусства, которые постановили – главные роли не давать и вообще не снимать, уж слишком хороша. Как они говорили, у Полищук лицо не советской женщины, а ее красота, а тем более такое сходство Софи Лорен, не подходит для советского кинематографа. Не годилась актриса, имеющая такую яркую внешность, на роли тружениц Советского Союза, то есть самых простых обычных женщин. В итоге судьба ее сложилась совсем непросто. Полищук работала на износ, но никому и никогда не жаловалась. Говорят, что болезнь проявила себя, когда на съемках «12 стульев» Андрей Миронов неловко уронил ее на бетонный пол. Хотя сын Полищук Алексей Макаров утверждает, что болезнь матери не связана со съемками. Последние пять лет актриса жила под наблюдением врачей, но по-прежнему не позволяла себя жалеть. Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Советской Клаудией Кардинали называли Жанну Прохоренко. Еще во время учебы в школе студии МХАТ уроженка Полтавы Жанна Прохоренко дебютировала на сцене театра «Современник» и сыграла свою первую роль в кино, которая стала для нее триумфальной. Военную драму Григория Чухрая «Баллада о солдате» позже называли одним из лучших фильмов о Второй мировой войне. На международных фестивалях этот фильм получил несколько призов, среди которых была номинация на «Оскар» и специальный приз жюри Каннского кинофестиваля. Кстати, эта картина довольно долго была под запретом. В СССР посчитали, что образы молодых влюбленных друг в друга людей, прошедших через горнила войны, слишком легкомысленные. А режиссер словно делает акцент не на войне и ее тяготах, а на сугубо личных отношениях героев. При этом война словно проходит фоном к их отношениям. В итоге режиссеры оценили актерскую выразительность и особую породу Жанны. Актриса происходила из самой обычной рабочей семьи. Она прошла тягоды и невзгоды войны, но чувствовала с ней особая стать, которая словно гипнотизировала. С конца 70-х годов Прохоренко все так же активно появлялась на экране, но больше во второстепенных ролях. Последний фильм с участием Прохоренко – «Рысь», который вышел на экраны в 2010 году. А 1 августа 2011 актриса умерла в возрасте 71 года. Утонченная и хрупкая красота Одри Хэбберн восхищала многих зрителей, как за рубежом, так и в СССР. С этой актрисой сравнивали и манекенщицу Леку Миронову, и актрису Татьяну Самойлову, и Людмилу Марченко, но чаще всего звезд кино Людмилу Савельеву и Галину Беляеву. Сравнение Людмилы Савельевой с Одри Хэбберн напрашивалось не столько из-за внешнего сходства, сколько благодаря тому, что обе актрисы исполнили в кино роль Наташи Ростовой. Хэбберн была первой звездой звукового кино, которая воплотила на экранах этот образ. А спустя 10 лет в этой же роли снялась Людмила Савельева. И, конечно же, не избежала сравнений с голливудской иконой стиля. Интересно то, что обе они пришли в кино и с балетом, и обладали неповторимой пластикой и грациозностью. А 4 мая 2014 года, в свой день рождения, Татьяна Самойлова умерла в возрасте 80 лет. Беляева начала сниматься в кино в 16 лет, когда режиссер Эмиль Латяну искал главную героиню для своего фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Он заранее решил, как должна выглядеть его героиня, как Одри Хэбберн, Татьяна Самойлова и Людмила Савельева одновременно. И его ассистенты разыскали такую девушку среди студенток хореографических училищ. Хрупкая и грациозная Галина Беляева действительно была такого же типажа, как Хэбберн и Савельева. И этих актрис по жизни постоянно сравнивали. В этом году Галине Беляевой исполнится 60 лет. Актриса до сих пор активно снимается в кино. Нону Терентьеву заслуженно называли одной из самых красивых советских актрис. На Западе ее часто сравнивали с неподражаемой Мэрилин Монром. Нашему зрителю Нону Терентьеву запомнилась прежде всего ролью Зои Монрос, роковой красотки из фильма «Крах инженера Гарина». Увы, но актриса стала заложницей этого образа до конца своих дней. Режиссеров, конечно же, восхищала несоветская красота актрисы, и они стали предлагать ей роли красоток-авантюристок, коварных и циничных. После чего ее стали считать актрисой одного амплуа. Впервые зритель узнает о существовании этой дивной красавицы после выхода на экраны картины «Ионыч» – экранизация Чехова. Именно чеховская история была показана в 1966 году в Каннах в рамках внеконкурсной программы. За рубежом талантливую и красивую актрису мгновенно нарекли русской Мэрилин Монром. Известные режиссеры наперебой засыпали Нону предложениями, но советские киночиновники были непреклонны. Актриса слишком занята у себя дома, и точка. Но, к сожалению, все было совершенно иначе. Мало того, что она была не занята, так ее еще какое-то время перестали снимать. Внешность Терентьевой не годилась для главной героинь советской эпохи, поэтому ее ждали только вторые роли. В 80-е Нона перестала сниматься в кино, целиком посвятив себя музыке. Терентьева гастролировала по стране с песнями великих джазовых исполнителей, но вскоре у актрисы был диагностирован рак груди. Чтобы не расстраивать свою дочь, она отправила девочку за границу. Нона не хотела, чтобы кто-то видел ее мучения. Последние дни с ней была только любимая мама. Нона Терентьева умерла 8 марта 1996 года в возрасте 54 лет.